Поговорим сегодня об интернет-мемах, о явлении, которые, я думаю, всем известно, без исключения, но с лингвистических позиций я бы хотела сегодня на них посмотреть. Поэтому сразу скажу, что никаких там забавных историй о каких-то мемах я вам рассказывать не буду, потому что уважаемая аудитория, молодежь знает об этом намного больше, во-первых, да, и сами мне расскажут. Думаю, массу нового и интересного. Ну и, во-вторых, это просто все можно посмотреть в интернете. Сейчас есть даже специальный интернет-портал, мемипедия или мемпедия, называют его по-разному, и там масса всяческой информации о мемах, да, есть. Поэтому сразу могу вас отправить к нему и, в общем-то, если вас это явление интересует, посмотрите, да, почитайте. Сегодня поговорим об интернет-мемах как объектах серьезных лингвистических исследований, да, в которых мемы пытаются проанализировать, да, наряду с другими языковыми единицами, как-то определить их сущность. Ну вот и насколько это получается, и как вообще сейчас лингвистика относится к мемам, я вот сегодня об этом и расскажу. Хотелось бы начать с самого простого. Не знаю, насколько аудитория подготовлена, но на всякий случай это проговорю. Что лингвистика сегодня это очень многоплановая наука, которая изучает не только правила орфографии и пунктуации. Почему-то еще со школы сложился этот стереотип, то, что лингвистика занимается исключительно какими-то культуроречивыми проблемами. Это, конечно, совершенно не так. Вот как раз на слайде в облаке тегов представлены различные аспекты, различные разделы лингвистики и различные объекты ее изучения. Это и нейролингвистика, и социолингвистика, и семантика, и что там еще у нас есть, и морфология, да, это все разделы, и дискурсы, значения, идиомы, и многозначность, это все объекты, да. То есть получается, что современная лингвистика изучает все сферы человеческой жизни, где так или иначе используется язык. И интернет-коммуникация не исключение. Поэтому интернет-мем тоже, в общем-то, может быть рассмотрен как объект лингвистического изучения. Что такое мем? Если я вам задам этот вопрос, я думаю, вы мне легко ответите. Ну, можно даже эксперимент этот провести сейчас. Что такое мем? Как вы считаете? Первое, что в голову приходит, ассоциативный эксперимент такой. Мем это шутка, отлично, картинка, я думаю, да, в голове появляется, фраза, да. Действительно, любой интернет-пользователь продвинутый, так скажем, молодой, знает, что такое мемы для себя примерно это понятие определяет. В науке также к мемам относятся по-разному. Кто-то, какие-то исследователи определяют мем довольно широко и считают, что мем это любая культурная информация, которая может реплицироваться, то есть копироваться, повторяться. В таком случае мемом может являться и книга, и какая-то, не знаю, доктрина, и мода. Допустим, какие-то модные джинсы, модная прическа, модная фраза. Все это будет считаться мемом. Такой подход, он, наверное, возможен, но не вполне научен. Становится непонятно, как же нам описывать, все эти явления. Поэтому, конечно, лучше же мем уточнить. И вот понятие мема уточнить, и вот мы сегодня как раз попытаемся это сделать. Как бы мы не уточняли мем, в любом случае он должен соответствовать вот этим четырем признакам. Как мне кажется, любой мемовый феномен, так или иначе, первое, обратите внимание, имеет способность к репликации, то есть к повторению. Мем – это действительно то, что повторяется, то, что копируется. Как только мем перестает реплицироваться, он исчезает, он становится чем-то иным, но не мемом. Это первый важный признак. Второй важный признак мема – это смеховое начало. Действительно, любой мем, какой бы мем из представленных, допустим, вы бы не взяли, он действительно описывает некоторую ситуацию с позиции смеха. Он высмеивает ее, причем часто по-разному и совершенно по-разному. Это может быть и какое-то дружеское подбадривание, это может быть и легкая ирония, это может быть на самом деле довольно жесткий стёб, это может быть и языковая игра. Но в любом случае наличие смеха, смехового начала в меме обязательно, то есть это его онтологическая сущность. Третий признак – это, как это ни странно, сочетание экспрессии и стандарта в меме. Мем создаётся как яркое средство выразительности, как яркое экспрессивное средство, как, не знаю, такой вот креатив, и позволяет, в общем-то, человеку выразить себя. То есть это средство самопрезентации, сделать что-то не похожее на ранее существовавшее. Но при этом, обратите внимание, мем также стандартен. Что это значит? Это значит, что очень многие мемы создаются по шаблону. Особенно в процессе, да, своей жизни вот этот вот игровой экспрессивный момент утрачивается. И мем становится некой стандартной фразой. Не случайно, например, в интернете есть различные генераторы мемов, которые предлагают нам шаблон. То есть в меме всегда заложен некий стандарт, некое клише, которое всё время повторяется. И четвёртый признак мема – это такой своеобразный отход от нормы. Мем всегда описывает нечто антинормативное, так скажем, антинормальное. Причём вот этот отход, он наблюдается как в плане выражения мема, то есть, собственно, ну вот эта мышь самая крадётся, и мы здесь явно видим отход от языковых норм и правил. То есть орфографические ошибки, которые сделаны специально, в общем-то, как раз вот демонстрируют нам отход от нормы языковой. Третья картинка, да, страдающая средневековья, нам показывает отход от нормы временной. То есть, да, то есть такая вот рассогласованность с изображением, с временной отнесённостью, и фраза, да, которая, конечно же, связана с нашей современной жизнью. Вот. Ну и, в общем, в таком же духе можно порассуждать и относительно второй картинки. Кондуктор, да, его, так скажем, формы и род его деятельности явно рассогласуются с нашими, так скажем, стандартными представлениями о ситуации. То есть, в любом случае, мем всегда описывает, ещё раз повторю, нечто не вполне нормальное. Да, и поэтому в каком-то смысле мем – это антинорма, особенно на этапе его зарождения, пока он не превратился в клише, в стандарт. Оп, и так, это что у нас? Ага. Аспекты изучения мемов в лингвистике, да, поскольку я уже сказала, что лингвистика – наука многоплановая, аспектов можно выделить несколько, на экране представлены три. Первый аспект, собственно, лингвистический, в рамках которого мем изучается как языковая единица. Второй аспект – лингвокультурный, в рамках которого мем – это носитель культурной информации. И третий аспект – это коммуникативный, тоже об этом поговорим. Итак, лингвистический аспект, что предполагает он, как он рассматривает мемы. В рамках, собственно, лингвистического аспекта учёные пытаются каким-то образом соотнести мем и традиционные языковые единицы. Что такое традиционные языковые единицы? Это фонемы, звуки, слова, предложения, текст. Вот чем же является мем среди названных мною единиц? Ну, явно, так скажем, не звуком, да, это нечто большее. Словом, да, бывает одно слово. Предложение тоже не совсем корректно. Вот что же всё-таки это такое? На самом деле, довольно сложный вопрос, и лингвисты до сих пор однозначного ответа дать не могут. Я же вам предложу свою интерпретацию в следующем слайде. Кроме того, да, в рамках лингвистического аспекта можно посмотреть на языковые особенности мемов. Например, лингвисты чётко видят, что очень часто мемы содержат эрративные элементы, о которых я уже, в общем, говорила, то есть намеренное ошибочное написание, да, различные ошибки орфографические, пунктуационные. На самом деле, явление это, конечно же, не новое, и существует оно, и существовало и в литературе, и в культуре в целом. Если говорить об истории мемов, собственно, да, то возникло это ещё в языке подонков, надеюсь, да, вы об этом знаете, помните, это и привет медвед, и я креветка. То есть это явление уже, так скажем, десятилетней давности, которые вдруг активно активизировались вот буквально, да, в этом году. Да, вдруг тоже вспомнили о том, что, оказывается, с языком можно играть, и так называемые абстрактные мемы или постстраничные мемы, как их сейчас называют, стали активно использовать вот эти эрративные написания. Дальше, если продолжать сравнивать мемы, сопоставлять с языковыми единицами, мы видим, что они, в общем-то, чем-то похожи на всем нам известные устойчивые выражения или фразеологизмы. То есть у них есть общие признаки. Они и мемы, и фразеологизмы устойчивы и воспроизводимы. То есть у них есть некая готовая форма, и они воспроизводятся в готовом виде. Но понятно, что мемы, конечно, не тождественны фразеологизмом, безусловно, хотя бы потому, что часто они сопровождаются картинкой. Но при этом можно сказать, что превращение во фразеологизмы – это конечный этап жизни мемов. То есть когда он уже настолько растиражирован, как ему уже не нужна картинка, он часто превращается в устойчивое выражение или фразеологизм. Ну, например, выражения «британские ученые» уж точно сейчас не требуют визуальной поддержки. Или такие выражения, как «но это не точно», или «фиаско братан». Мы их используем в обычной речи совершенно спокойно, и нам не нужна картинка, чтобы выразить свое отношение. То есть можно сказать, что эти мемы сейчас превратились во фразеологизмы. Предложения фразеологизированной структуры, в общем, это такой лингвистический термин, они похожи на фразеологизмы и отличаются от них тем, что у них есть вариативный компонент. То есть у фразеологизмов все компоненты стандартные, их заменить нельзя. То есть мы можем сказать «фиаско братан», но, наверное, сказать там «фиаско маман» это было бы уже, скажем, не очень правильно. А вот в предложениях фразеологизированной структуры вы можете заменить любой компонент. Допустим, самые, мне кажется, известные такие предложения, пришедшие из мемов, это то чувство «когда» и нельзя просто так взять «и». То есть это тоже уже не совсем мемы, потому что мы их используем как обычные выражения. Ну и, наконец, наверное, самое логичное такое действие при сравнении мемов с языковыми единицами – это соотнести мем и текст. Да, вот, наверное, это действительно похожие явления. И я, например, предлагаю рассматривать мем в лингвистическом аспекте как, внимание, креализованный текст, креализованный текст, никогда бы не подумал, что называется, креализованный текст, состоящий из вербальной и визуальной части. То есть в лингвистике есть такое понятие, как текст креализованный, как раз-таки текст, который состоит из двух элементов – вербальной и визуальной части – из картинки и из, собственно, текста. Причем, что интересно, как мне кажется, в мемах картинка имеет первичное значение. То есть картинка, как правило, инвариантна. Это основной компонент мема. Именно картинка передает, так скажем, основное значение. Именно картинка соотносит мем с динататом, с ситуацией, которую он обозначает. Не знаю, вы можете со мной не согласиться, можем обсудить позже. Но вот именно картинка – это инвариант, а, собственно, текст – это компонент вариативный. То есть текст мы можем менять, как хотим, но при этом, так скажем, сама суть мема останется прежней. Если же мы изменим картинку, то мем пропадет. Вот то значение, тот смысл, который он в себе несет, пропадает. Хотя, конечно, степень вариативности картинки тоже возможна. То есть мы можем ее слегка менять. Например, и будет у меня дальше пример подставить вместо этого лица другое. То есть вариант возможен. Но все равно общий образ должен угадываться. Мы не можем его кардинально поменять. Итак, на мой взгляд, мем – это реализованный текст, состоящий из вербальной и визуальной части. Ну вот как раз продолжение. Второй аспект, который может использоваться при изучении мема в лингвистике – это аспект лингвокультурный, при котором мемы рассматриваются как единицы культурной информации, как носители этой самой культурной информации. В данном случае под культуру я понимаю все, что сделано людьми в определенное время, в определенном обществе. То есть культура – это не обязательно то, что правильно и хорошо. То есть это вся совокупность произведений, так скажем, человечества. И почему мем действительно является носителем культурной информации? Да потому что без знаний культурного фона, без специальных культурных знаний, мемы вы не поймете. И мемы, допустим, в России кардинально отличаются, ну ладно уж не кардинально, но значительно отличаются от мемов в Америке, в Англии, в Европе, в Японии и так далее. Значит, безусловно, и лингвокультурологи об этом говорят, есть культурные факты, так скажем, универсальные. И, соответственно, мемы, мы можем говорить о наличии мемов универсальных, понятных всем людям на любой точке земного шара. Ну вот, допустим, мем Rollsave, который на картинке изображен в первом варианте, он распространился, да, повсеместно и используется и в Рунете, так же активно, как и в других частях интернета. Единственное, что меняется, понятно, язык, да, ну то есть такой с натяжкой мы его универсальным назвать можем. Второй вариант культурно значимых мемов – это мемы национально обусловленные, да, национально обусловленные, понятные в рамках какого-то национального сообщества. И вот вариант трансформированный, да, это уже, конечно, мемы обусловленные национально. Вряд ли представитель другой культуры, особенно неинтересующейся историей, его поймет. Ну и третья группа мемов – это мемы локальные или групповые мемы, которые создаются в рамках одной группы, небольшой и неизвестной, допустим, повсеместно. Такие мемы тоже существуют, конечно же. Вот, ну вот, и, конечно, мемы, в мемах отражается вот та культура, в которой мы с вами все активно живем и существуем. То есть какие-то культурные артефакты, какие-то культурные слои мы в этих мемах можем обнаружить, да. То есть это мем, еще раз подчеркну, это не обязательно какая-то дурацкая картинка, это действительно может быть серьезным источником культурной информации. И мемы, допустим, мы можем предлагать иностранцам для того, чтобы понять им нашу русскую культуру более глубоко. Ну, я думаю, что комментировать даже и не нужно. Это и кокошники, и чемпионат мира, и наши деятели политические, ну и реалии нашей повседневной жизни. Да, то есть это все отражение нашей с вами русской культуры. Да, как, то есть это не только смешная картинка. Получается, что так. В рамках лингвокультурного аспекта мемы могут быть рассмотрены как прецедентные феномены. То есть мем – это прецедент, это прецедентный феномен, который, внимание, хорошо известен представителям национального лингвокультурного сообщества. Такие длинные научные термины актуальны в когнитивном плане, и обращение к ним постоянно повторяется. То есть, в общем-то, вот эти три признака прецедентных феноменов к мемам применимы. Понятно, что с оговорками. То есть интернет-коммуникация, безусловно, влияет на их функционирование. Допустим, первый пункт, что мемы хорошо известны представителям национального сообщества, конечно, он не абсолютен. И известны они в первую очередь интернет-пользователям. Причем таким активным интернет-пользователям. А, конечно же, не абсолютно всем. Это заблуждение, что мемы знают все. Второе. Актуальны в когнитивном плане. Ну вот здесь можно поспорить насчет познавательности, насколько мемы действительно актуальны в познавательном плане. Но то, что они актуальны в эмоциональном отношении, это, безусловно, так. Ну и третье. Постоянно возобновляются в речи. На самом деле тоже такой относительный пункт, потому что, допустим, традиционные прецедентные феномены, к ним относят литературные тексты, кинематографические тексты, какие-то, не знаю, культурные традиционные артефакты. Они действительно постоянно используются в нашей речи. А вот мемы, наверное, нет. Жизнь мемов очень коротка, и говорить о постоянной апелляции к мемам, наверное, неправильно. То есть они в какой-то момент действительно активно используются в коммуникации, но этот момент очень быстро проходит. Очень быстро. То есть мемы зависят от моды, от каких-то современных, очень привязанных, так скажем, к современности условий. И, наконец, третий аспект изучения мемов. Мемы как средство коммуникации, как инструмент коммуникации. И из всех аспектов, наверное, этот самый малоизученный. Сегодня лингвисты и специалисты по коммуникации замечают, что мемы действительно становятся средством формирования общественного мнения. Они активно используются в рекламе. Из последнего реклама Яндекс.Маркета нельзя просто так взять и, известно, по телевизору крутят. Они используются в нашей обычной речи, и они используются в политических коммуникациях. Причем замечено, например, что чаще и естественнее мемы используются в протестных движениях. В тех движениях, которые не согласны с существующим положением дел. Возможно, это связано как раз с теми признаками мемов, о которых я говорила. Это их смеховое начало, и это их определенная ненормативность. То есть все, что не нравится людям, все, что вызывает их неприязнь, воплощается в мемах. Именно поэтому, как средство протеста, мемы действительно очень популярны. В заключении несколько слов об этапах жизни мема. Как он живет и как развивается. Сразу скажу, что это жизнь так называемого традиционного мема. Несмотря на свою короткую историю существования, уже можно выделить, можно говорить о мемах традиционных и мемах тех самых абсурдных, которые появились относительно недавно, в которых нет ни смысла, ни посыла, и которые создаются просто так, чтобы их создать. И так этапы жизни традиционного интернет-мема. Первый этап. Возникает информационный повод, некая фраза, события, явления реального или виртуального мира. Этот повод должен задеть человека. Еще раз повторю, этот повод должен быть в какой-то степени антинормальным, нарушать какие-то нормы. Например, как вся эта история с Дианой Шурыгиной, которая задела всех своей аморальностью и прочим. Дальше. На втором этапе мем, то есть не мем, а информационный повод, меметизируется, то есть превращается в мем. Начинает активно использоваться в интернете, получает разнообразные интерпретации, постоянно варьируется, то есть активно живет, активно. И, наконец, на третьем этапе мем исчерпывает свой креативный потенциал, причем чем, так скажем, активнее был второй этап, тем быстрее наступит третий этап. Он исчерпывает свой креативный потенциал, становится банальностью, штампом и постепенно угасает. И, как я сказала, либо он может исчезнуть вообще, люди о нем забудут, и он останется где-то в аналах интернета, либо он превратится, допустим, в устойчивое выражение и станет нами использоваться просто как языковая единица. С помощью инструмента Google Trends вот как раз мы можем нарисовать подобные графики из жизни мемов, что называется. На экране это нельзя просто так взять. И, как мы видим, его-то жизнь такая вполне насыщенная. Он не уходит, он не забывается, люди его до сих пор используют. А вот на этом экране баян уже, да, можно мы можем сказать так, привет медвед, который, конечно, сейчас уже где-то вот как раз в тех самых анналах, которые я упоминала. Вот, еще раз, да, повторю, подведу итог. Мем в лингвистике, в науке, это не просто смешная картинка или веселая фраза, это действительно непростой научный объект, который может изучаться с разных аспектов. И как, собственно, лингвистическое явление, и как культурное явление, и как явление коммуникативное. Поэтому призываю вас не просто постить, да, картинки в интернете, на своих страничках, но и как-то думать о том, что вы делаете и для чего. Спасибо.